Музыка Наверное еще лет 5-10 и на этих людей будут глядеть как на полных чудаков Покупают детали, собирают из них модели Ездят с ним не только по всей стране, но и по всему миру Чтобы принять участие вот в таких гонках И все это в то время, когда в любой компьютер можно загрузить самую шикарную компьютерную игру И в ней в этой игре можно посоревноваться с лучшими пилотами А точнее с программой, полностью их имитирующей Ну а если уж хочется гоняться на перегонки с реальным соперником Причем опять-таки хоть со всего света Ну можно поиграть онлайн И будет тебе победа над американцем Джоном или немцем Франком? Так нет же Они самоотверженно строят, привозят и спускают, а иной раз и просто бросают в воду свои модели После чего, напряженно вглядываясь в водную рябь, ведут их по кругу И их можно понять Какой компьютер, скажет любой из этих моделистов Разве сравнятся виртуальные гонки с нашими реальными? Где и волны, и корабли настоящие И двигатели хоть и не ревут, но они тоже настоящие Как и вся остальная начинка корабля Двигатель Там проходит гибкий вал, который приводит в движение винт Это выхлопная и резонансная труба Топливные баки Топливные баки отбираются давлением И под давлением топливо поступает через фильтр в поплавковую камеру То есть, в принципе, все как в автомобилях и прочее Оттуда топливо поступает в двигатель И двигатель запускается стартером Стартер в модель не устанавливается, потому что он тяжелый Запускается и убирается Здесь... Да, да, да В принципе, как в Формула-1, их тоже стартеров нет в машине Здесь находится приемник бортовой, рулевые машинки Которые приводят в действие, допустим, карбюратор у двигателя И также руль Вот здесь исполнительный механизм А вот это что? Это груз Во время настройки корабля подбирается центр тяжести Вообще судомоделизму уже не одна сотня лет Изначально просто создавались уменьшенные копии кораблей Причем стоили они очень дорого И ценились как произведение искусства Общеизвестно, что сам царь Петр любил повозиться в столярной мастерской Корабли, выточенные им, и сейчас можно увидеть в Центральном военно-морском музее Непосредственно судомодельный спорт появился позднее В начале 20-го века А первые соревнования в нашей стране прошли в августе 49-го Ну а в 66-м Всесоюзная федерация судомодельного спорта вошла в международную Которая называется Навига Она и определяет классы, в которых проводятся гонки В том числе и в так называемой секции ФСР Где катера делятся на три подгруппы ФСРО, ФСРВ и ФСРН Различают их по типам корпусов Монокорпус 1 с погруженным винтом Винт стоит под днищем модели Монокорпус 2, где так называемый полупогруженный винт И трехточка, где у модели есть три точки, которыми она касается воды Две точки это вот поплавки Третья точка это полупогруженный вот этот винт Последняя разновидность потому и имеет в своем названии литеру А То есть гидроплан По сути летящий над водой корабль За счет того, что у него минимальная смачиваемость Он воды практически не касается Если посмотреть на моментальном фото То видно, что половинка винта только находится в воде И слегка-слегка он касается поплавками То есть по сути летит Он по сути летит, да Почему же у этих моделей вот такие длинные рули Это сделано для того, чтобы он рулем своим мог касаться воды И оператор мог руководить действием модели Ну а ФСРО и ФСРВ это по сути уменьшенные копии настоящих катеров Из них те, что относятся к подгруппе В, самые тяжелые Их вес достигает 20 килограммов А длина полутора метров Такие габариты нужны, чтобы взять на борт побольше топлива Ведь гонка длится до 30 минут Здесь бака топлива в этой модели в 10 раз больше Ну и время в гонке у них различается очень сильно У этой полчаса гонка Вот за полчаса до 13 моделей 12 или 13 моделей За полчаса должны совершить максимальное количество кругов По определенной траектории Эти должны проехать всего лишь 6 кругов Здесь засекается минимальное время за 6 кругов Здесь максимальное количество кругов За определенное время, за полчаса А вот гонки среди моделей подгруппу ФСРО длятся в 2 раза меньше Поэтому там и топливные баки стараются сделать более компактными Бак рассчитан конкретно на 15 минут Потому что лишнее топливо, это лишний вес И, соответственно, меньшая скорость Поэтому бак рассчитывается только конкретно на одну гонку Какую скорость они достигают? Значит, 3,5 идут где-то километров 60-65 7,5, это, соответственно, 7,5 кубических сантиметров объема двигателя Они идут где-то до 80 И 15-кубовые, они до 90 км в час на воде идут А по габаритам, по вискам, какие-то ограничения вообще есть? Ограничения только по кубатуре двигателя Они так и классы называются 3,5 кубических сантиметра 7,5-15 С прошлого года появился еще новый класс 27 кубиков И 35 Кстати, топливо в судомоделизме Представляет собой смесь метилового спирта и масла Для мощности могут добавлять еще и присадки Например, нитрометан Каждый катер должен быть оснащен радиоаппаратурой управления Которая обязательно должна работать на своей собственной частоте Это достигается за счет смены кварцев Задающих частоту работы приемника и передатчика Она ведь, естественно, должна отличаться от той, на которой работают лодки соперников Ведь в гонке одновременно могут принимать участие до 12 моделей Это что касается подгрупп ФСРО и ФСРВ У модели ФСРН на старт выходит не более 8 катеров По сигналу судей, участники должны завести двигатели моделей И запустить их по дистанции В подгруппе ФСРВ полуфинальная гонка длится 20 минут А финальная – полчаса За это время модель каждого участника должна пройти наибольшее количество кругов Обходя последовательно все буи То есть как раз тот случай, когда за буйки заплывать надо Побеждает спортсмен, чей катер прошел наибольшее количество кругов На этой же дистанции и по тем же правилам гоняются судомоделисты в подгруппе ФСРО Здесь соревнования напоминают гонки настоящих судов Правда, заезд длится 12 минут А вот у гидропланов важно уже не сколько кругов промчался, а за какое время Дистанция, соответственно, фиксированная Шесть кругов Учитывая скорости до 140 км в час и большое количество участников И никакой речи нет о том, чтобы фиксировать результаты на глаз Для этого есть специальная система Она позволяет снимать время прохождения круга с точностью до третьего знака после запятой Она же выводит среднюю скорость, время последнего и лучшего круга, позицию и имя гонщика Декодер получает данные о так называемой активной петле считывания При пересечении ее кораблем И отсылает информацию на судейский компьютер При этом ни один датчик не будет пропущен Даже если все катера пересекут петлю одновременно Что касается водоема, то это, конечно, должна быть, что называется, тихая гавань С минимальной качкой В Твери для этого отлично подходит Мака в районе гостиницы Волга Неудивительно, что здесь регулярно проходят соревнования Среди которых даже этап Кубка Европы Как и на настоящих гонках, тут тоже постоянно случаются аварии В том числе и из-за агрессивной езды Здесь тоже есть такое понятие И за это тоже могут дисквалифицировать Как и в больших гонках, машины также выходят из строя по техническим причинам Такие модели по окончании заезда подбирают на лодках И вручают владельца Которому зачастую приходится оперативно Чтобы успеть до следующих стартов Исправлять повреждения Они бывают весьма серьезные Масса разрубленных и разбитых бортов Чаще всего это следы от винтов других моделей Ну вот, например, это вот повреждение в период столкновения А как же так, вроде не борт, по идее, бортами должны сталкиваться? Как произошло? Ну, это вода идеальная сейчас Бывает вода более горбатая, небольшая, ряя Бывают даже волны Бывают, сталкиваются по несколько моделей В данном случае модель столкнулась с кем-то Она встала на ребро И в это время третья модель въехала От трубы, от резонансной практически ничего не осталось Вот на память остался деформированный бак Сколько времени уходит, чтобы восстановить модель? Ну, во время соревнований это можно сделать за полчаса До состояния, ну, либо за час Либо до следующий день, за сутки К следующему заезду Это в условиях соревнований А в условиях вне соревнований Это может та же самая работа Но более качественная, более сделана с душой и вдумчиво А может растянуться на месяц Кстати, стоит отметить Разбитый борт вовсе не означает Что катер пойдет на дно Это хотя и модели, но они сделаны по всем правилам кораблестроения А значит, рюм разделен на водонепроницаемые отсеки Так что, если вода попала в один или даже несколько отсеков Если, например, площадь повреждения большая То катер все равно останется на плаву Для того, чтобы оперативно отремонтировать лодку Да и просто для подготовки ее к старту Моделистам приходится держать при себе Самый настоящий ящик для инструментов По сути такой же, как, например, у автомобилистов Чего в нем только нет Мы начинаем с передатчика Мы управляем с ним моделью Дальше у меня есть заклейки Мы заклеиваем ими сектора с радиоаппаратурой А зачем заклеиваете? Чтобы, когда модель переворачивается и попадает в воду Туда вода не проникла Если зальет радиоаппаратуру, то все, модель встанет И, как бы сказать, это потеря денег просто Знаете, у каждого есть набор шестигранников Ну как, видели, что мы проверяли, ну, как сказать, прикрутку всех деталей Ну, это у меня очки специально, чтобы блестки не видно было, когда управляешь, и солнце Дальше у нас есть плоскогубцы Ну, проверка тоже затяжки Набор отверток тоже для затяжки Свечной ключ, чтобы откручивать свечу во время заведения модели Пинцет, чтобы взять какие-то мелкие детали, которые могли провалиться под двигатель и в отсеке Ну, ножик, ну, чтобы во время заклейки отрезать лишнее А еще изолента, тряпчика, чтобы топливо при прочистке двигателя в глаза не летело Ну и, конечно, шпаклевка по металлу и пластику Она, к слову говоря, нужна даже для новых кораблей Например, чтобы еще раз довести до идеального обвода корпуса По словам судомоделистов, на скорость влияет даже небольшая шероховатость Очень сильно влияет, на самом деле, все это на то, как модель себя ведет на воде просто-напросто И поэтому приходится порой в новой модели настраивать таким образом на соревнованиях То есть шпаклевать, по сути дела? Да, шпаклюем корпус, да Лодки, двигатели, радиооборудование Все это уже давно не надо изготавливать с нуля самому Как это приходилось делать советским моделистам Сейчас все продается в специализированных магазинах Главное, правильно подобрать все комплектующие Надо стараться как можно легче сделать корабль Чтобы он был более динамичный И быстро набирал скорость в поворотах, быстро разбрасывал И регулируется Подбираем двигатель, регулируем Подбираем винт В зависимости от корпусов Они все разные Потому что каждый конструирует что-то свое Но есть такое, что можно и купить готовое В зависимости от корпуса И от манеры вождения пилота И на стройке все эти, соответственно, делаются, подбираются Но лучше, конечно, сделать самому По крайней мере, корпус Сначала надо запастись исходными материалами Это стеклоткани, углеткани, кевлары, ткани СВМ Наполнители различные, там мы используем И пенопласты различные, пробку Связующим являются специальные смолы Ну, в простонародье не называются эпоксидные смолы Но на самом деле их очень большое количество Есть смола для склеивания, для формования Вот это вот все корабли Они клеятся в матрицах и под вакуумом За счет этого получается она очень легкая и очень прочная Дальше необходимо разработать черчеж корпуса лодки Схему расположения агрегатов Тут кроме навыков конструктора-дизайнера Приходится осваивать специальные компьютерные программы Делаются специальные матрицы И в матрицах выклеивается вот эта лодка После чего уже, естественно, устанавливается двигатель Органы управления, аппаратура радиоуправления Топливные баки Вот можно посмотреть два класса Это три с половиной И вот двигатель семь с половиной То есть можно видеть, что двигатель здесь меньше Здесь больше Неудивительно, что в итоге увлечение судомоделизмом Обходится в копеечку Правда, то же самое можно сказать про любое настоящее хобби Как говорит Александр Снегирев Просто кто-то коллекционирует поездки за границу Которые, как известно, стоят тоже недешево А кто-то собирает модели Вот если посмотреть, мотор один Стоит где-то 600-800 евро Один мотор Чтобы отъездить сезон, нужно два мотора иметь Потому что мотор, он хоть и маленький Вот мы видим, семь с половиной кубиков У него мощность пять лошадиных сил И поэтому, соответственно, все детали Они настолько нагружены, что находятся вот просто на грани Да, да, да А вот корпус изготовления, сколько чисто корабль стоит? Ну, этот вопрос задают часто Интересно, что на самом деле На самом деле, вот, чтобы, если человек хочет купить Не хочет сам делать Ну, примерно вот этот комплект будет стоить примерно 2000 долларов А если человек сам сделает, по сколько ему обойдется это изготовление? Ну, намного дешевле Ему придется только, скажем так, купить радиоаппаратуру Купить двигатель Вот А для сравнения, сколько двигатель стоит? Вот этот двигатель стоит 600 евро Ну, не обязательно сразу же покупать дорогую лодку Для начала можно и позаимствовать у кого-нибудь Про такого ее хозяин может сказать Он на мне сейчас ездит В смысле, на его лодке Ну, а, пожалуй, самое главное Увлечение судомоделизмом Это отличная возможность оградить подростков Как говорили раньше От дурного влияния улицы В конце концов, многие из этих уже взрослых мужчин Свой первый корабль собрали еще в школьном возрасте Кого-то в кружок провели друзья Кого-то родители Вполне возможно, так о себе лет через 30 будет рассказывать и Артем Салихадзинов У меня мама была знакомая тренера Но она мне рассказала, что есть такой вид спорта И я пошел туда попробовать Мне понравилось Дальше я начал ходить в кружок Потом начали строить большие корабли Потом я первый раз сюда же приехал на соревнования Это три года было назад И дальше мне понравилось, и я начал ездить И дело даже не в кубках, медалях, которые у Артема уже есть А в том, что у человека появляется увлечение Которое в прямом смысле слова Являет собой совмещение приятного с полезным Конструируя модели кораблей Человек, а это, к слову говоря, может быть не только школьник Получает и вполне реальные навыки целого ряда профессий От токаря до инженера У нас в клубе находятся все станки И токарные, и фрезерные Недавно мы приобрели станок с ЧПУ Потому что конструкция лодок усложняется И приходится покупать новые станки Для того, чтобы делать детали И дети у нас тоже работают на станках То есть они приходят, начиная с чего-то с малого, с простого Потом растут Мы их обучаем всего Обучаем даже программам на компьютере Чтобы чертить чертежи То есть вот инженерную подготовку мы, в принципе, даем Так что кто-то может из этих ребят станет настоящим инженером Или даже кораблестроителем Ведь многие известные русские судостроители Алексей Крылов, Александр Попов Тоже начинали с кораблей, которые в руке можно подержать Ну а что касается приятного аспекта этого увлечения То кому не хочется поучаствовать в гонках Пусть в миниатюре, но все равно в настоящих Где корабли качает настоящая волна и дует настоящий ветер Когда твоей лодке не дается девять жизней А выбить из соревнований может одно единственное столкновение Ну и, конечно, как приятно упоение от победы Его никак не сравнить с выигрышем в компьютерной игрушке Потому что одно дело, когда ты держишь в руках пропавший реальным запахом масла И свежим речным ветром Собственно, ручно собранный корабль А другое дело, когда в твоей руке только джойстик Да может, пригоршник чипсов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин